Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Kingdom Rush. Это уже наша будет шестая часть прохождения данной игры. Как раз таки вне серии я немного перепроходил некоторые уровни, попробовал получить где-то по 3 звезды, где-то все-таки не получилось, где-то даже на героическую прошел, очень на самом деле сложно это все делать, поэтому я это делаю в основном вне кадра, чтобы получить дополнительные звезды. У нас их уже, кстати, 49 из 130. И до сих пор, если честно, я не понимаю, зачем их так много надо, если мы уже почти все открыли, то есть нам не хватает 9, 12, нам не хватает 16 звезд всего лишь, и это было бы максимум 65. Очень странно. Также хочу к вам обратиться за, я не знаю, просьбой, если вам понравится какая-либо игра, которую я проходил, то, пожалуйста, пишите в комментариях о том, что вы ждете продолжения, или вам интересно будет. А то, когда я проходил Kingdom Rush, я не часто видел таких комментариев, почти вообще никогда не видел, ну, конечно, были положительные часто комментарии, но они были не о игре. Я подумал, что эта игра вам неинтересна, и подумал, что некоторое время не буду снимать. И как я перестал снимать, мне сразу в комментариях люди начали писать о том, буду ли я продолжать играть в эту игру. Я буду. Вы попросили, я буду дальше играть в нее. Только вот, ну, действительно, пишите на всякий случай. От этого хуже не будет. А зато я буду знать, что вам эта игра интересна. Ну что, тогда давайте, с чем проходить? Есть логово царя Льгаз? Это компания. Генерал, нам срочно нужна поддержка. Везнан продолжает вредить даже из могилы. Перед тем, как вы с ним схлестнулись, он приказал своим ордом пробудить царя Льгаз, одну из паучьих королев. Мы надеялись, что это невозможно, и все же царя Льгаз проснулась и возглавила оставшиеся войска Везнана. Придется сражаться. Ой-ё. Что-то я не знаю. Так. Героя, наверное, пока что мага оставлю. Вот маг, действительно, это мой любимый пока что тут герой. Потому что он очень сильный и как бы и там, и там, и сверху, и снизу может стрелять. Я имел в виду воздушных, типа. Так. И что, и как нам тут поступать? Видимо, отсюда пауки будут появляться. О, что это? Ты с нами будешь? Понятно. Так. Огромные пауки тут будут. А, и тут огромные пауки. А, тут что тогда? Так. Я бы тогда вот здесь гномию бомбарду поставил. И здесь тоже. Так. Вот здесь бы я поставил казармы. Потому что здесь много мест для башен. Мне кажется, тут в самый раз будет, что пока всех будут задерживать, башни будут пробивать. Вот это башня, правда, очень. Вот это место я не знаю, что поставить. Ну, можно тут мага поставить. Так, давайте начинаем. Мага я сюда отправлю. Ну, на этой линии, потому что здесь поменьше строений. Как они пока что хоть так будут отвлекать как-нибудь. Но она очень сильная. Мне, не знаю, мне маг нравится вот просто максимально. У него все скиллы очень интересные. Это вот действительно мой любимый герой. Так. Надо бы мага сейчас сюда, в эту сторону отправить. А то тут уже проблемы начались. Хотя, если так посмотреть, то вот здесь еще хуже. Так, все, надо сюда этих отправлять. Ой, 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 уже такие пауки. Что они очень быстро начали нападать. Так, сразу отправляем сюда мага. Сюда поддержку. Чего вам, когда второй уровень-то будет. Вот скиллы мог использовать дополнительные. Так, чувствую, вот здесь точно надо будет дополнительных. Ой, опасно, что-то так, слушайте. Что-то их тут так много, я немного... Что, какие-то там... О, большие пауки! Вот это реально, кстати, вот проблема. Так, одного били, кстати. Так. Чтоб теперь тут еще поставить. Нет, тут 100% надо будет мага, чтобы против этих. Здесь надо бы лучника. Надо будет еще наши казармы прокачивать. А то пока что они очень что-то плохо у нас выливают. Всего третий раунд из 20-ти апшеки. Так. Ну, пока что вроде бы держимся. И эти будут в основном начисто сажаться где-то вот здесь. Потому что тут сразу же несколько будет башен мага. А они против мага как раз-таки слабы. Сейчас еще вот героя отправили. Кажется, должны справляться. Ну, их что-то очень много. Мне кажется. Так. Я бы артиллерию постепенно начал много вкачивать. Так, тут этих надо обычных отправить. Здесь бы еще бы артиллерию вкачать. Я их хочу до башни Теслы сделать. Потому что она как раз-таки тут будет наносить массовый урон по всем. А тут что-то врагов очень много. Воздушные. Ой, ё. Ну ладно, у меня хотя бы есть маг. Я не знаю, что там какие воздушные будут. Так, давайте вот тут от лучников по-другому вкачаем. Такие легче от этого будет. Блин, а мы еще с этим не справились. Так, все. Давайте я сразу же мага сюда отправлю. Эти вроде должны сами учтушиться. Что-то их много, по-моему. Что-то их реально много. Я в шоке. Так, все. Немного я сюда теперь отправляю мага. Так, еще чуть лучника прокачаю. Теперь сюда тут нашего мага. Здесь еще лучников качаю. Так, ну здесь мы должны, в принципе, справляться. Ну все, можем сразу следующую начинать. Так, тут такие. Ой, что-то... Где этот мага? А, вот он. Ну тут вот гномья бомбарда, прям прокачанная, ну уже артиллерия, это прям все хорошо справляется. Я бы сразу же тогда бы еще на одну ее вкачал, чтобы больше массового урона было по всем врагам. Так, с одной стороны мы нормально вообще справляемся. У нас тут маг, плюс артиллерия, плюс артиллерия, вот это все. Здесь тоже вот ее вкачаем. Так, ну и должны тут со всеми тоже разобраться. Тесла, блин, много до него. Так, тут уже тролли идут. Так, ну сейчас посмотрим. Вроде пока должны нормально справляться. Казармы, наверное, я тоже буду вкачивать тут до варваров. А вот здесь, наверное, рыцарь. Хотя, нет, на, если честно, пока что время покажет. Непонятно, как работает. Ну, просто воздушных тут тоже надо бить, чтобы они как раз-таки эти варвары могут издалека стрелять. Так, теперь вот сюда надо много это слать. Ой, а у нас, кстати, денег-то уже нормально накопилось. Так, одна Тесла теперь есть. Так, видимо, скоро уже на вторую накопим, кстати. Уже совсем чуть осталось. А, кстати, по-моему, Тесла-то очень хорошо дамажит по ним. Ой-ой-ой. Да, ты отлетел. Так, еще одна Тесла. Блин, стрелки эти. Дурацкие. Вот тут нам, похоже, придется Метеорит использовать. Так, сейчас я тут этих Казарму немного усилю. Блин. Ну, один точно у нас сейчас пройдет. И не один, похоже. Пипец. А че их так много? Я в шоке, если честно. Они еще сейчас усиленные все. Как бы выжить-то после такого? Вот здесь вот нам точно нужны были Метеориты. Пускай бы там пару человек прошло. Ну, тут точно уже все это проигрыш. Тут их 9-то точно наберется. Эх. Ну, сейчас данного тогда буду начинать. И на 10-м раунде вернусь к вам. Вот это снова мы на 10-м этом раунде. Пока что или как живы? У меня всего 5 хп. С ума с этим можно. Я это немного по-другому решил представить. Обстал этих магов. И я не знаю, сделал ли я что-то получше или похуже. Но в любом случае мы прошли чуть дальше. Надеюсь, что... Это у нас к лучшему все, конечно. Сейчас вот с этими... Некромантами бы нам тут еще справиться. Дикими. Так. С одной стороны мы сразу же Метеоритом забили. Блин. С другой стороны их еще дофига и больше. По-моему, наш... Герой не тех бьет. Ну, абсолютно вот вообще не тех. Ему там вообще нормально. Да пипец, он сейчас еще задохнет. Ой, фух. Как опасно. Реально опасно. Тут еще дофига скелетов идет. Тут еще что-то там вообще очень много. Всех. Намешано. Ну, может быть, тут варвар исправится. Здесь, видимо, точно надо будет Метеориты высылать. Так. Прям вот так вот делаем. Не знаю. Это вроде бы их нормально так пробило. А у меня герой умер. Маг, как так? О, фух. С этим и справились. Так. Пускай они тут шотать, учатся. Так, герой воскрес. Сразу же мага вот сюда отбилаем. Так. Прокачивайте артиллерии наши. Так, следующий раунд начинается. О, как опасно, на самом деле. Я немного в шоке. Но маги, кстати, прям хорошо этих пробивают-то. Что не может не радовать. Так, одного лучника, который шотает, поставил. Сейчас надо будет еще вот эти вот прокачивать. Казармы. Так, тут, видимо, только с одной стороны наедут. То есть, тогда шли справа. Очень много, кстати. То есть, не как, очень повезло мне тогда, что я именно туда метеориты скинул. И как раз-таки враги потом по той стороне пошли. И мы избавились от некромантов. И это нас спасло, как мне кажется, действительно. Так, давайте здесь и здесь эту артиллерию качиваем. Сейчас пойдут воздушные. В принципе, мы должны с ними справиться. Тем более, у нас мало того, что варвары справляются. У нас есть маги. Тесла вроде что же бьют. По воздушным. Да, причем нормально бьют. Прям неплохо пока идем. Так. Туда бы мага сейчас поставить нам. Жалко, что у меня эти ополченцы не так далеко прокачаны. То вроде бы, если их на максимум вкачать, то они тоже будут бить по воздушным. Так, варвары справились. Фух. Следующий раунд начинаем. Вкачиваем наши казармы. Йети. Теперь у нас еще йети пошли. Ужас. Ну, вот здесь я, наверное, казармы тоже до варваров прокачу. Потому что варвары что-то очень сильные оказались. Тор. Эрик. И бешеный Кэмпбелл. Что у них имена? Управляем. На какую-либо сторону. Просто бьем. Деремся. Так, я вот не знаю, стоит ли нам тут метеориты использовать. С этим йети. В этой стороне, на всех случаях, наверное, я юданул. Тут полегче нам было. Ой. Блин, умер. А то сразу же два йети слушайте в одной стороне. Так, здесь у нас, кажется, скилл по одному есть. Так, теперь и тут, и тут варвары. Осталось их только вкачать. Опять эти йети. Ну, мы стали еще сильнее, поэтому нам как бы все равно на вас. Это я так с тут приколу, конечно, говорю. Но вряд ли нам прям так на них уже все равно стало. Все равно очень сложно. Так. Дайте 200 монет чуть-чуть совсем. Так, вот. Теперь у нас эти варвары тоже очень сильные. Где герой-то? Сейчас бы опять за него не задохнуть. Так, я на всех случаях его откину подальше. Так, едьте. Тут опять сразу на них метеорит этот скинул. Так, вот с этой стороны у нас проблема, конечно. Тут вот еще мушкетеров качаю. А у нас тут варвары, кстати, не такие сильные были. Хорошо, что их можно вот так вот перенаправлять. Новый враг! Дитя Сарельгас. Дети паучей королевы, сильные противники. Они готовы пожертвовать жизнью ради матери. Высокая сопротивляемость магии и мощная защита. Как это? Да, сопротивляемость магии и танк. Но я не хочу в это верить. Так, ну с одним мы, кстати, хорошо сейчас разбираемся. Вот бы варвары бы еще выгибили. Во, нормально. И мушкетеры еще тоже хорошо очень урон дополнительный наносят. Так. Опять некроманты! Воу! Я сейчас Теслу прокачал. И она же будет прям урон постоянно наносить. Я надеюсь, что это будет прям очень хорошо урон. А Тесла как раз таки и нужна, чтобы справляться с большим количеством монстров. Так, некромант бы сюда подошел. Я не знаю, используют ли метеорит на них. Один, кстати, прошел. Ну, ну и пускай, если честно. Тут у нас варвары. И пока он дойдет, он не дойдет. Ну, это был случай. И, кстати, смотрите. Вот сейчас мы с некромантами прям нормально справляемся. Тут два, кстати, Т. Тесла. Можем их в крысу сейчас побить. Так. Все. Вкачиваем дальше варваров наших. Теперь бы нам надо вот этих лучников, вот этих магов тоже вкачать. Очень бы так-то они пригодились. Так. Семнадцатая волна из двадцати уже. На самом деле, далеко уже прошли очень. И нам не надо на этом останавливаться. И, кстати, Тесла-то прям очень классно, что она вот так вот бьет сразу же по всем скелетам. И они немного, мне кажется, не офигевают от жизни. И правильно делают. Так. Надо бы вот этот скил увеличить, чтобы она больше сразу же целей могла бить. Так. Здесь бы я мага немного откинул. И опять вперед поднес. Вау! Нет, Тесла прям, знаете, она против некромантов очень классная. Я прям вообще, на самом деле, сейчас не жалею о том, что ее поставил. Это прям круто. Так. Магу поставил, вы что не угробили. Не бейте моего мага. Опять эти дураки. Так, давайте наших варваров усиливать. Максимально. Чтобы они у нас были супер-убийцами. Конечно же, врагов. В первую очередь. Так. И здесь бы нам тоже так же бы поступить. Может, тут как раз-таки защита очень нужна. Так. Еще 200 монет. Вождь троллей. Сейчас мы его, кстати, прям легко убили. О, мы метателей шотнули. Конечно, он нас сделал этот. Как он называется? Мушкетер. За это он большой. Спасибо. Надо бы их еще попрокачивать. Потому что они безумно полезные. Так, а мага я сюда пока что отправлю. Так. Еще плюс мушкетер. Куда надо бы еще этих варваров прокачать. Даже уже говорить разучиваюсь. Ладно, еще вкачаем так, чтобы превращались в овец. Конечно, это не всегда хорошо. Потому что варвары, ой, точнее, казармы, вроде бы не атакуют таких. Смотри, что творят. Ой-ёй-ёй. Смотри, что творят вдвойне. Так. Как-то слишком... О! Шотнули. Сразу же причем. Так, здоровье, защита повышается. О! Одного в овцу превратили. Еще одного в овцу превратили. Ой, вообще, слушайте, я... А потом еще овцу шотнули. Так, все, теперь у нас голем должен стать еще сильнее. Так, вот давайте его сюда немного поближе отправим. На передовую. Так. Фух, как круто, что... Все-таки в овец их превращают. Так. Я бы тогда еще этих магов прокачал. Чтобы они тоже их испепеляли. Потому что вот скиллы, которые шпотают, это вот прям то, что нам надо. Вот максимально. Так. Как-то их тут так много стало. Жесть. Да, мы все равно должны справляться. Хотя тут нашего элементаля уже даже избили. Как и варваров-то, в принципе. Абвадакадабра. Так. Как я и хотел. Испепелили. Ай. Ты кто такая? Цирель Газ. 18 тысяч. Выглядишь не круто. Может, умрешь по-быстрому. А у меня, наверное, тоже защита магическая хорошая. Хотя тут, на самом деле, про это ничего не говорят. А как она будет идти, она типа, по правой стороне просто? Так, сразу метеорит используем. А что это она эту сторону выбрала? Я не понял про пола. Чтобы понять, как она действительно пошла. Что тут такая карта. Все. Странно. Так, маги-то не бьют. Правда, немного подвести. Кстати, вы посмотрите, как там элементаль и варвары. Они так долго живут. Они вообще ничего не дают сделать. Точнее, как она их просто бьет без остановки. Но она не ходит. Ой. Она элементаля шотнула? Или мне показалось? Потому что я не очень рад тому, что я тут увидел. Так, сразу же тут варваров. Немного качаю. Так. О, не хочу твой лиц. Так, давайте тут это. На всех случаях метеорит использую. Потому что тут у нас левой стороны проблемы. Оказывается. Так. Ну все, мы ее должны убить. У меня совсем чуть хп. Ура! Ой, у нас что, денег так много? Или это за то, что мы ее убили? Ладно, быстренько попрокачиваемся. Победите царь Легас и ее предпешников. Офигеть! Ну блин, надо на звезду. Но мы прошли. Пебеет. Я так нами горжусь. И у нас, кстати, 50 звезд. Может быть, я что в следующей серии уже туда пойду? А пока давайте дальше что-нибудь смотреть. У нас тут еще, в принципе, много заданий. Блин, как круто! Морозные вершины. Компания. Одевайтесь теплее, бойцы. Мы отправляемся к морозным вершинам. Местные сообщат о проблемах, и наш король намерен во всем разобраться. Но проявляйте осторожность. Ведь эти горы стали ледяной гробницей для многих неосмотрительных исследователей. Вы рискуете замерзнуть насмерть, если раньше до вас не доберутся тролли по краже. Какая карта, на самом деле. Офигеть! Что-то много. Офигеваю много. Так. А тут вот еще, смотрите, какой-то спуск. Как будто тоже что-то не к добру. А то скрет, как будто для никакого периода. Блин, похоже, тут реально тоже кто-то будет спускаться. Ой. Вот здесь, кстати, как будто идеальное место для артиллерии. Именно, знаете, Тесла. Вот Тесла тут бы прям вообще круто была бы. Так. Здесь бы я вот так поставил. Ой-ё. Так, давайте заново. Просто тут деньги тратятся. Если мы что-то продадим, то нам меньше дадут. А я этого не хочу. Так. И тут вот так вот еще сделаем. Кто тут пойдет? Тролли, Варк, Вульф. Знаете бы, что против них надо, если честно, еще. О! Это реально скрет? О! О! Видите, неуловимый желудь. Ну, прикольно. А то что, ничего будет? Так, ладно. Сосредоточились. Сюда, мага, сюда, мага. Сюда лучника. Пока дальше денег не будем тратить. Посмотрим. По мере необходимости. Сразу же нашего мага сюда отправляем. На передовую. Чтобы мы как можно больше дамажили. О! Кстати, а тут что-то так быстро уралили. О! Вы посмотрите! Вы чего? Они уже сюда идут. Это легально? Почему вас так много? Так, я тут на всех случаях сразу метеорит использую. Потому что это реально очень опасно. Так. О! Это выход! Я тупой! А еще и герой умр. Он зато скил успел их занять. Вот выход! Да мне только сейчас дошло, что это выход. Офигеть! Я думал, что... Это выход. Что-то я вообще сбился по этой карте. Она меня запутала максимально. Так. Казарму тут немного прокачивать. Сумага поставить. Как их тут много. Слушайте, опять сейчас будет. Так, давай прям по этой лаве побегай. О, как круто, что эта лава так долго держится. Что-то их очень много. Я максимально метеннее, если честно. Так. Может, тут что-то еще кликабельное. Я не знаю. Ой, да отстаньте же вы уже. Блин, вот здесь, наверное, артиллерию надо будет продать. Потому что я думаю, что тут уже выход, и поэтому я ее здесь поставил. Воздушные! Далее обойдут. Так, нам надо, видимо, опять ждать отката метеорита. Ой, давай быстрее. Блин, там еще сейчас пройдут. Хотя бы вот с этими разобрались. Артиллерию. Да, кстати, я такой молодец. Артиллерию прокачиваю, хотя знал, что сейчас воздушные пойдут. Так, вот так. Ну, их, кстати, тут немного. Поэтому это хотя бы радует. Но тут столько линий, из которых идут враги, что я вообще такого не ожидал. И мне вот до сих пор интересно брать ледяной водопад. Будет ли там что-то с ним твориться? Или вот просто по приколу как будто поставили? Так. Здесь бы я еще бумагов поставил. Ой. Так. Ну, с этим мы должны, в принципе, справиться. По крайней мере, я надеюсь, но это... Да, да, все нормально. Новый враг. Тролль-следопыт. Элитные тролли, которых нельзя остановить на льду. Нельзя остановить на льду. Регенерация средней скорости. Как-то не остановить. Они сейчас кататься будут? Им типа все равно на врагу? Ой. Что-то я запутался. Как это сложно, наверное, знаете. Реально, слушайте, посмотри, какие быстрые. Ой, вот здесь они тут вообще сократят. Им реально настраивать. Так. Материт. Давайте, давайте на лаву быстрее. Так, айти, пока есть лава. Хоба, забили. Так. Здесь тогда точно выбирать Теслу. Ой-ой-ой-ой. Как же бы тут что-то вообще... Я к такому жизни готовила. Ммм. Пять с тем. Катуны. Я уж не знаю, как их по-нормальному называть. Но мне не нравится, что они делают. Это уж точно. Ой-ой-ой. Магу-то плохо. Так, вот сразу же вот тут использую. Сейчас эти тролли как раз тоже по лаве этой походят. Ну что, им нормально. Нет, этого даже получше будет. Сейчас еще надо раскаленный заряд качать. Чтобы больше дамажить врагов. Вот здесь вот жалко, что они не достают так. И вот видите, она сразу всех врагов проходит. И это... Это вообще... Это как? Что с ними делать? Метеорит, давай. Метеорит, пожалуйста. Ух. Успел. Метеорит отреагенится. Ну, значит, да, смотрите. Это их надо уже здесь дамажить очень сильно. Чтобы они так далеко не проходили. Да, блин. О! Он успел. Опа! В крысу. Опа! Смотрите, что творит. Мансит, мансит. О! О! Не бей моего героя. Так. Кстати, а гном-то все равно вообще найдет. Того еще обиднее становятся. Какие-то они... Наглые. Хотя, мне кажется, маги как раз-таки против них очень сильны. Если так посмотреть, то как будто наш маг очень хорошо по ним дамажит. Так. Ну, конечно, время для очередного метеорита. Тут прям метеориты нас спасают. Так. Ага, тут еще и воздушные. Понятно. Ой. Это уже не прикольно. Хотя, на самом деле, нормально. Прям-то уничтожаем. Так. Как же их тут много, реально. Ё-моё, Тесла, ну бей же их. Блин, мы, может быть, и без метеоритов справились. Ну да ладно. Что уж есть, то есть. Так. Вот этого булочника, наверное, классно будет прокачать. Он сразу же будет много бить. Ой-ой-ой. Ложь троллей. Ну что я тут забыл? Еще не один при чем. Еще и не два. Еще и не три. Офигеть. Будем их максимально замедлять, знаете, чтобы все те тролли успели пройти. Что бы их не бафало. Вот забафал. Ну как так можно? Ой, я не топкатил. Ну не ту пушку хотел башню прокачать. Так, а как теперь с этими вождями быть? Надеюсь, они друг друга не усиливают. Хотя на самом деле нормально. Башня их очень хорошо дамажит. Ой, новый враг. Тролль-штурмовик. Бронированные и закаленные в боях тролли, способные преодолеть даже самые изощренные укрепления. Очень высокий урон. Сверхбыстрая регенерация, низкая скорость. Ну спасибо, что могу сказать. Это то, что нам надо было. Так, ну яблочко качаем. Может быть он кого-нибудь шотнет из них. Так, с этими, кстати, справились, с вождями. Пожалуйста, ну шотнет кого-нибудь из троллей этих. Штурмовики. Че вы тут забыли? Так, а как вы? Ой, нафигеть. Реально дамажит, но нормально. Так, ну одного мы, кстати, уже так и то. Очень хорошо на дамажит, как по мне. Так, еще сейчас одно яблочко. Так, 2800 хп, это, конечно, много по мне. О, хедшот! Ой, а тут снизу еще был. А я что-то не обратил на это внимание. Будем его бить до последнего. Просто не будем ему давать ничего. Не, мы его должны победить. У нас Мак его просто не подпустит. Офигеть! Ну реально, по-моему, Мак это действительно лучшее, что вот... Лучший герой. Скейтер, смотрите, как мы этим... Станочникам наносим урон-то. Я будем тут сразу же эту... Этот метеорит бы тут выставил. А здесь я бы им еще элементаля бы поставил. Тут прям... Дефать... Получше. Причем нормально мы, кстати, тут действительно ничего им толком проходит, это и не дали. Так, здесь точно надо будет тоже элементаля поставить. В эту сторону. Так, ну этих мы точно уже должны добить. Ой, его еще хэдшот налет. Значит, классно, что во время его ходьбы мы все равно можем... Точнее, когда они будут по этой, по этому льду кататься, дамаг, по ним тоже сильный довольно-таки проходит урон. Опять метеориты используем, че нам? Можем себе позволить. Так, кстати, денег-то мы нормально накопили. Слушайте, здесь бы я бы им святость вкачал, чтобы у них было невероятно большое количество брони. Так, давайте, кстати, вот так вот сюда отправим нашего элементаля. Какой боль задерживает всех. И тогда уже эти вожди-тролли нам тут нипочем. Нормально. Так. Еще тут защиту прокачали. Давайте хэдшотнете их. Пожалуйста. О, нормально, увидели. Только что был очень большой урон по нему. Так, одного уничтожили. Только у нас элементаль расцепался. И что мы делаем? Метеорит, конечно. У нас денег, кстати, много накопилось. Так. Я тут бы немного ее вкачал. Здесь можно еще одного элемента ля будет поставить. Хуже от этого не будет. Вот мушкетеры прям нормально бьют. Я им еще тогда вкачал за звезды. Последняя их способность в том, что у них появляется шанс сделать атаку с двойным уроном. То есть у них в два раза больше урона. И это, по-моему, очень классная атака. Способность. Так. Вожди-тролли теперь здесь. А я бы им сразу же, слушайте, тоже метеорит бы подкинул. Нам не нужны эти вожди. Ой, слушайте, а этих скейтеров даже не дали все-таки подойти. Но все равно, кстати, очень хорошо их уничтожают. А в этом плане это прям вообще радость для меня. Так, вот еще тут. Хотя, вот здесь бы, наверное, еще элементаля можно было бы потом поставить. Ой, что-то много она проходила. Наш маг должен с ними добиться. Посмотрите, как наш элементаль там бьется. Герой. Так, вот прям сюда я в отправлю. Последняя волна, кстати, уже у нас началась. Так, здесь мы справляемся. О! Сразитесь 10 троллей и следопытов, вступающих по льду. Ну, неплохо, че. Ну, молодцы. Так, давайте вот сразу же тут. Раз у нас последняя волна, будем использовать свои скиллы по максимуму. Ой, че это такое? А, уууу! Как хорошо, что они на следы от метеорита попали. Их там просто всех нашотал, а? Ой, блядь, офигеть! Так далеко по ним полетели их скиллы эти. Прикольно. Так, чтоб здесь бафту тоже превратить. Во, неплохо. И вот сейчас они же еще подойдут к Тесле, а тут Тесла тоже всех массово дамажит, причем очень даже хорошо. Так, герой надо отойти. Они даже не успели подойти к Тесле, на самом деле. Так, о, овцы. Причем за две сразу же. Ну, сейчас бы этих овец еще не убить сносится. Ладно, метеорит взглядаем. Реально. Так, дикие овцы. Так, ну все, эту мы точно убьем. Ой, а денег-то, посмотрите, мы опять что-то много денег накопили. Так, пускай тут все. Прошли. На две звезды, причем. Очень круто. Нормально. Два задания тут аж прошли, причем хорошо. О, тут продолжение, кстати, будет. Плато Хакраш. Ну, его мы, наверное, будем уже проходить в следующей серии. Так, тут у нас открылись три звезды. Я прокачал бы магов. То есть, магические атаки временно замедляют врагов на 50%. 50% по мне, так, это очень даже много. Это будет очень даже хорошо. И вот нам осталось как раз-таки вкачивать две ветки. Это артиллерия и наши ополченцы. А на этом, наверное, я буду заканчивать серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok